МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они хотят в максимально короткие сроки сделать большой объем работы. При этом забывают о факторах риска, которые необходимо контролировать для предотвращения инсульта. Забывают измерять артериальное давление, вовремя принимать необходимые препараты. Пьют не так много жидкости, находятся большую часть времени на солнце и работают много в наклон. При этом очень часто у людей происходит повышение артериального давления. Люди остаются один на один со своей бедой, находясь на даче или в огороде, и им никто не может помочь. Поэтому, когда случается мозговая катастрофа, и человек находится в огороде либо на даче, он просто-напросто вынужден ждать помощи извне, и зачастую эта помощь намного-намного опаздывает. Иногда в течение суток никто не вспоминает о данном человеке, и он может находиться на грядке практически один со своей бедой. Инсульт и инфаркт – это уже глобальная катастрофа такая у нас проблема. На сегодняшний день это одна из наиболее обсуждаемых вопросов в медицине. Очень много количества пациентов с инсультами и с инфарктами. Число заболевших как раз в весенний-летний период увеличивается, причем в разы. Пациенты поступают тяжелые, заболевание сложно поддается лечению. Вообще, что такое инсульт? Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к гибели клеток головного мозга. Развивается внезапно. Как это происходит? В какие факторы? На фоне гипертонического криза, нарушения ритма сердца, атеросклероза, сахарного диабета, ожирения, стрессовые факторы имеют большое значение. У человека происходит закупорка, либо стеноз сосудов головного мозга, либо разрыв этого сосуда, вследствие чего нарушается питание в определенной зоне головного мозга, отвечающая за какие-то функции в организме человека. И человек ощущает в этот момент, может ощущать внезапную головную боль. У него может нарушиться движение в руке или в ноге, либо в руке и в ноге с одной стороны. Может быть онемение в этих конечностях, может нарушиться речь, либо внезапное нарушение зрения и даже потеря сознания. Это все тревожные факторы инсульта, произошедшего уже, которые нужно знать всем. И человеку, с которым это случилось, и рядом находящимся людям. Инсульт опасен своими последствиями? Инсульт очень опасен своими последствиями, потому что это одно из самых, можно сказать, инвалидизирующих заболеваний на сегодняшний день. Большое число пациентов после инсульта остаются инвалидами. По статистике, 31% людей, которые перенесли инсульт, не могут себя обслуживать, то есть они нуждаются в помощи посторонних лиц. 20% людей, перенесших инсульт, не могут самостоятельно ходить. И только 8% людей, которые перенесли инсульт, могут вернуться к своей прежней работе. Ну вообще, какова статистика у нас в стране по инсультам? Заболеваемость инсультом составляет 4 человека в среднем на 1 тысячу населения. Это очень большая цифра. Смертность от инсульта также очень высокая. Она зависит от региона. Примерно она составляет 21,4% по стране, по России. Однако 30-дневная летальность после инсульта составляет уже 36,4%. А смертность от инсульта в течение года достигает порядка 50%. То есть половина лиц, перенесших инсульт, в течение года умирают. Но заболевание с каждым годом у нас молодеет. Есть и такая статистика. Это действительно так. То есть проведены исследования, которые доказали, что за последние 10 лет заболеваемость и смертность от инсульта у молодых людей трудоспособного возраста увеличилась более чем на 30%. В течение вообще какого времени важно оказать медицинскую помощь? В медицине есть понятие золотого часа. Что это такое? Вот объясните, пожалуйста. Чем раньше пациент с инсультом будет доставлен в лечебное учреждение, тем больше шансов у него, что все обойдется. Либо обойдется по минимуму с минимальными последствиями. Есть у нас такое понятие, как терапевтическое окно, что вы говорите золотой час. Оно составляет 4,5 часа. Это время, которое дается пациенту для того, чтобы его успели доставить в стационар, где можно провести специфическую терапию. Называется тромболитическая терапия. И у пациентов есть шанс полностью восстановиться, то есть чтобы прошли все симптомы инсульта. Но, к сожалению, таких пациентов на сегодняшний день остается очень мало. В Хакасии как вообще организована помощь для таких пациентов, которые перенесли инсульт? В Хакасии организована помощь для пациентов с инсультом и его последствиями. Открыты первичные сосудистые отделения на базе Сайногорской городской больницы, Абаканской городской больницы и в Республиканской больнице открыт региональный сосудистый центр. Также помощь оказывается пациентам в Центре медицинской профилактики, где они проходят лечение, находясь на дневном стационаре. Здесь уже лечатся пациенты именно с последствиями перенесенных инсультов. И на базе Абаканской городской больницы, а также Республиканской больницы имеются койки нейрореабилитации. То есть это койки для пациентов, как раз таки перенесших инсульт, где им очень хорошо помогают и психологи, и врачи лечебной физкультуры, и физиотерапевты, но, естественно, врачи-неврологи. И таким образом у таких пациентов увеличивается возможность полного восстановления либо частичного восстановления и возможность вернуться к своей повседневной жизни. Ну как часто это происходит? Насколько у нас статистика вот именно в Республике в этом плане? Ну, к сожалению, невозможно охватить всю Республику и всех пациентов, перенесших инсульт, положить на койки реабилитации. Туда проводится отбор пациентов, которые имеют реабилитационный потенциал, хороший потенциал, которому мы действительно можем помочь восстановиться. Отбор, конечно, проводится очень такой серьезный, потому что если у пациента нет этого потенциала реабилитационного и он имеет, например, минимальные какие-то признаки, да, последствия инсульта, то таких пациентов можно пролечить и в районных больницах по месту жительства. То есть не обязательно их направлять в центры реабилитации. Их можно пролечить и по месту жительства. А те пациенты, которые имеют серьезные последствия инсульта, конечно, направляются к нам. Ну, у нас сейчас проводится акция Минздравом Хакасии. Расскажите о ней, что делается для того, для профилактики инсультов. С мая месяца 2016 года Министерством здравоохранения Хакасии, также Центром медицинской профилактики и Региональным сосудистым центром осуществляется акция, которая направлена на то, чтобы рассказать жителям Хакасии о первых признаках инсульта, о его последствиях, о том, что нужно делать, когда с вами случается мозговая катастрофа. Расклеиваются стикеры в общественных местах, таких как вокзалы, аэропорт, пенсионные фонды, библиотеки, другие общественные места, также автотранспорт. Листовки содержат информацию, говорящую о первых простых признаках инсульта, о том, чтобы люди, которые получили такое заболевание, и окружающие смогли вовремя оказать медицинскую помощь. Также планируется проведение занятий с людьми молодого возраста, в школах, в вузах. Цель этих занятий – объяснить молодому поколению, каковы первые признаки инсульта и что они должны делать, если вдруг рядом с ними оказались вот такие люди. Также ведется активная работа со средствами массовой информации. Планируется проведение, запуск большой социальной рекламы в июне месяце этого года, чтобы напоминать жителям Хакасии о первых признаках инсульта. А также работает большое количество волонтеров, раздающих на улице листовки с первыми признаками инсульта. Ну, наверное, такие памятки должны быть у каждого дома, потому что от этого не застрахован никто. Да, действительно, у каждого дома, и как можно больше, чтобы говорилось об этом на телевидении, на радио, показывали бегущую строку, может быть, я не знаю, рекламу какую-то проводили. Действительно, это очень важно, потому что люди некоторые даже не знают, что инсульт – это вообще катастрофа в головном мозге. Многие думают, что вот сейчас полежу немножечко, и все пройдет. Но, к сожалению, это не так. Золотой час как раз-таки теряется. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня у нас была в гостях Безляк Елена, заведующая отделением острого нарушения мозгового кровообращения регионального сосудистого центра. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин